друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал семьи колесниковых мои хорошие мои дорогие хочу вас поблагодарить за ваши лайки за ваши подписки и конечно же за ваши хорошие веселые интересные смешные комментарии ну что ж мои хорошие мы с вами приступаем к сегодняшнему ролику колес да обзор по горячим следам собственно все как обычно все как всегда мы самые первые ну что ж друзья мои лёшка лоши я бы сказала лоша наш лоша вышел друзья мои и решил продемонстрировать буквально всю свою щедрость какой же он щедрый папани вот пока мамашки нет дома он значит собственно приоденет да и приобует своих детей вернее обует скорее всего друзья мои да а лёшка получает на детей но немаленькие деньги естественно но тратится нет детей не не он не хочет сразу ребят когда как только они отправились в магазин я поняла чем все это дело закончится как говорится дело пахнет керосином все стало понятно и знаете вот что самое интересное тут же вспоминаются слова лёхи который кричал да наши дети да у них все есть да им ничего не не надо ну да друзья мои да действительно им ничего не надо у них все есть все как говорится да не все ни черта у этих детей нет даже элементарного да не хорошей здоровой нормальной еды не нормальной здоровой одежды и обуви вообще ничего от слова совсем ну и лёшка собственно в магазине начинает друзья мои свой спич со следующего никиты нужно да не никите а никиты нужно купить летнюю обувь и кому еще задают свой вопрос алёшка видимо знаете в этот момент когда он задавал собственно этот вопрос он и знать не знал что сейчас начнется нечто что сейчас буквально все его дети ломанутся с тем что начнут кричать что у нас тоже ни черта нет ни одежды не обуви друзья мои да и вот дети видимо знаете вот это выглядело все просто со стороны очень смешно и нелепо смешно смешно потому что колесников наверное не ожидал а дети тут же стали рассказывать о том что вот у нас у кого-то обуви нет и так далее мелкая друзья мои мелкая в первых рядах во первых мелкую одевает всегда лучше всех ни для кого это не секрет несмотря на то что мелкая вообще никуда не ходит сидит себе на заднице ровно в деревне суботина да и дальше ворот по большому счету практически никогда не выходит потому что она выходит за ворота это еще ни о чем не говорит я к тому что все таки старшие дети они учатся да они посещают так скажем школы кто-то в училище кто-то еще где-то да и понятное дело как ни крути там же они о да там они находятся среди людей но при всем при этом мелкую одевают значительно лучше всех и тут же мелкая стала рать с места в карьер сразу же а мне а мне надо тоже купить ну а что люшка ей быстро закрыл рот да даринка твое время видимо действительно прошло он сказал вот когда мама придет вот тогда мама тебе все и прикупит и тут же ребят я смотрю назначит на семейство колесниковых на анжелку то одета вообще просто знаете без слез не взглянешь вот это все ляпистое непонятно какое они мне как всегда напомнили цыгане шумную толпой друзья мои да ты именно так колесниковой и зашли в магазин анжелка анжелка захотела себе босоножки на что лёшка ей говорит так у тебя живут босоножки надеты на ногах да она говорит это я у мамы одолжила не прокатило а ты-то хотел чтобы дети твои в одних и тех же босоножках в одних и тех же кроссовках ходили наверное с первого по 11 класс включительно эх как бы было хорошо да ни черта не надо на деток тратиться кто-то скажет как тебе не стыдно родители из последних сил стараются для своих детей нисколько мне не стыдно обсуждать тунеядцев лентяев и вот этих вот ужасных людей попрошаек и поберу да которые не хотят работать плодятся рожают детей работать не хотят при всем при этом что самое интересное этот папаня отказывая детей детям абсолютно во всем держа своих детей в черном теле до которые сидели у него на пустых макаронах на протяжении всей своей жизни да при всем при этом этот папаша позволяет себе покупать дорогие гаджеты дорогие ноутбуки все что собственно ему захочется но это же его хотелки а его хотелки это святое это не потребности детей это разные вещи все нормальные люди все прекрасно понимают и видят они нормальные вот эти вот знаете защитники колес ведра головы и хомяки они же боевые хомяки колес всегда бегают и кричат а ты а ты а ты сволочь а ты не суди да не судим будешь а прилетит тебе бумеранг а вот еще ты завидуешь колесам ну да как говорится маразм крепчал деревья гнулись короче не повезло колеснику анжелка сказала что обувку то она одолжила у своей мамани максик просит кроссовки да на что лёшка сказал нафига тебе эти кроссовки ты что обалдел куда на лето кроссовки как интересно ребят я вообще просто валяюсь от этого колхоза да во первых он не спрашивал у тебя что он хочет на лето он сказал что ему нужны кроссовки это абсолютно нормально да во вторых какая к чертовой матери разница твое мнение вообще не должно не иметь никакого значения максику уже через месяц исполнится 18 лет и ты кто такой чтобы его вообще отказывать даже в кроссовках начнем с того что вместе с тобой где-то там иногда делает какие-то шабашки по дому с дровами всегда и во всем помогает да и уж наверное какие-то сраные кроссовки за 1000 рублей ну максимум за 2000 рублей он наверное тоже заслужил виталинка пришла и рассказывает о том что ей тоже нужны босоножки алёшка ребят когда увидел босоножки в ее руках и сказал они стоят больше тысячи рублей лёшка в этот момент очень сильно удивился и продемонстрировав свои какие-то непонятные черные говнодавы на ногах говорит а а вот у меня то за 800 рублей лёш ты знаешь я вам всегда со светкой говорю таким же горе родителям как и вы да я говорю а вы можете надеть на себя хоть мешки из-под картофеля понимаешь это не имеет абсолютно ровным счетом никакого значения потому что вы со светкой сидите дома и собственно никуда не ходите ничего не посещаете да максимум бываете в магазинах и бываете где-то там у вас там в церкви или в секте где вы там бываете понятия не имею дело не в этом а ваши дети они все-таки находятся в социуме им надо одеваться достойно да достойно и хорошо ну и тут же начинает вспоминать до начинает вспоминать что рассказывать что вот вот столько 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 всего надо и так далее настя настя друзья мои тут же и настя требует что я тоже нужны босоножки ребенок говорит что у меня нет обуви ну в общем да лёшке это конечно же очень не понравилось и опять про кроссовки он говорит я не понимаю зачем нужны кроссовки лето какие к черту кроссовки лёх мне к тебе вопрос на засыпку ты дурак мне просто интересно ну просто интересно да кроссовки они должны быть обязательно то есть на лето если лето это не значит что ты должен ходить в шлепках все лето потому что лето бывает разное да бывает и 30 и 40 и 50 градусов а бывает и 15 и 17 и 20 градусов да бывают дожди идут и тогда вообще нужно несколько пар обуви должно быть да должны быть и кроссовки должны быть и босоножки должны быть и шлепки должны быть должна быть разная обувь на разные так скажем случае жизни да но лёшка не понимает как это летом покупать кроссовки но точно не нормальный далее далее пошел выбирать настя обувь не понравилось что выбрала себе настя и говорит слишком белый слишком марки говорит какую-то ты настя себе детскую обувь выбираешь ребят я прекрасно понимаю и начал советовать настя вообще какие-то бабские какие-то тетские вот не побоюсь этого слова знаете какие-то какую-то обувь явно не по ее возрасту то есть он вообще ей непонятно что советует я прекрасно понимаю почему ведет себя так колесников колесников ты знаешь вот ты не отец ты какой-то вот моральный моральный придурок самый настоящий потому что я прекрасно понимаю для чего ты это делаешь я помню прекрасно все твои вылазки с детьми когда ты с ними бегаешь когда они просят одну а ты все равно настаиваешь на чем-то другом делаешь это специально лишь бы только отбить у ребенка всякую охоту чтобы то ни было купить и ведь ты сволочь самый настоящий ты ведь не просто так пришел ты ведь понимаешь что дали детские да что ты получил деньги на детей и должен детей одеть и обуть друзья мои да купить им чтобы то ни было но нет и тут рука трясется и здесь ничего не хочется вот ничего святого у этого папашки нет никиты надо виталины надо анжелы надо да скоро представляешь лёх и ефремы надо будет да не ефрему а ефремы лёшка никак запомнить не может но анжелка анжелке друзья мои вообще свезло так свезло и помимо босону помимо обуви да ей еще значит досталось некое зеленое платье на в нем стоит как это елка не хватает только только звезды во лбу и вот про платье и выбрали как сказал лёшка вот еще и на собрание на в этом платье будет ходить странное платье странный выбор для собрания рукава вот эти непонятные с вырезами да вот это все с вырезами на кой черт и такое платье на собрание если честно не поняла но возможно готовят анжелы уже все-таки замуж да готовят далее далее значит что ну вот что анжела говорит будешь там носить будешь туда будешь сюда но и собственно к настя прицепился как банный лист просто к заднице вот зачем тебе такие бастоножки вот ты будешь да как пьяный до радио докопался до нее вот они светлые они очень марки но и собственно да приехали домой никита говорит ничего не купили взяли горит батон ну и на том спасибо да будем горит что-то готовить что что-то готовить наверное как всегда макароны и супец ну и друзья мои а что еще вот он говорит вы знаете зрители напишите в комментариях да что нам делать с вырезами на платье анжелки как интересно причем тут зрители на которых ты вообще никогда не обращаешь внимание да всегда если зрители дают тебе какие-то советы ты их чехвостишь посылаешь их на три веселые буквы а тут прямо ему интересно что же делать с этими вырезами и разрезами так нехрен было такое платье выбирать он тоже посмотрел говорит аж 2000 платье стоит ребят ну и конечно же концовка мне вообще не понравилось когда они уже знаете начали начали а дарина дарина начала настаивать на том что все-таки дарина бедная предпринимала несколько попыток в магазине чтобы и что-то все-таки прикупили но ей ничего не прикупили да и она пришла домой и говорит а все-таки мне обувь то вот которая у меня сейчас мала лёшка ей все равно сказал вот ничего мама вернется вот с мамой и будешь типа вот эти все моменты свои обсуждать ну и собственно самый конец ролика где лёшка опять прицепился к насти вот зачем тебе вот это она говорит да я хочу такие да я хочу блестящую да мне нравится но она девочка ей 14 лет блин в конце концов да я горит хочу белую обувь я хочу блестящую вот такие ты детскую захотела она говорит ну я захотела блестящую вот а себе соплей типа туда навешай и будет тебе блестяще ребят я юмора если честно не поняла ну и тут же настя вот ой настя анжелка вот какая анжелка все-таки вот знаете вот такая вот сволочь вот вся в папашу вся в папашу и в мамашу вот с таким же сраным вонючим характером как и папаша вот анжелка такая знаете сама по себе вот самая вот я бы сказала что самая ну такая достаточно гадкая из этих всех детей вот лично для меня да потому что она всегда знает где и кому как как говорится подлезать одно место это мамашу она не в грош не ставит на мамашу она может прикричать папаша она никогда слова поперек не скажет старается всегда папочка тебе отвечаю папочка тебе то папочка тебе все нет бы поддержать сестру да которая с ней самая близкая по возрасту и сестер я имею ввиду да и сказать да ладно ты пап ну захотелось ей но конечно же ей хочется да как девочкам белая светлая яркая блестящая собственно почему бы и нет лишь если бы у твоих детей был выбор да если бы вы были хорошие родители то настя могла бы выбрать бы себе что-нибудь другое но настя прекрасно понимает что другого ей не видать как минимум наверное еще год да и ребенок выбрал себе то что посчитал нужным неужели настя не заслужила сраные босоножки которым красная цена да вот ну максимум вот они тысячу рублей стоят неужели настя не заслужила вот эти говнодавы которые у нее развалятся возможно через месяц а может через два да возможно она даже лето в них не доходит ты же привел все равно в самый копеечный магазин где все пахнет исключительно резиной и я анжелка нет бы поддержать свою сестру она сказала да вот зачем тебе вот и прям все детское смотришь анжелка тебе то можно уже все тетское бабское смотреть учитывая что ты уже здоровее своей мамаши но не здоровее конечно но уже собственно подходишь до близка к ней как говорится и на свою ногу можешь смотреть тоже все что угодно а сама-то нарядилась друзья мои на собрание ходить вырядилась да вся с разрезами с вырезами совсем на свете непонятно что на себя вечно цепляет а тут к насти вот а тебе бы лучше ну решила папки подлезать в очередной раз вот какая все таки противная деваха ведь знают что настя такая молодец что настя сама по себе какой бы она не было да всегда все готовит стирает убирает все делает на этой девчонке ездит постоянно все семейство и вот специально давят на нее зная прекрасно представляете если бы настя сказала анжелке ты ты чё тут выбираешь непонятно что да и сбоку бантик да анжелка бы ее обложила бы по полной программе данжелка бы ее сожрала бы тут же ребят вот так у меня получился обзор что хочется сказать в заключении бедные дети колесниковых да у которых благодаря родителям вообще нет ни черта и ничего никогда не будет возможно когда-нибудь будет если они выйдут в свою взрослую жизнь и что-то смогут сделать большее для себя ну колесников ты знаешь вот эти твои слова что моих детей есть все у твоих детей нет ни черта и вы даже элементарным их снабдить не хотите вы даже элементарное им дать не хотите нормальную одежду нормальную обувь нормальную жизнь нормальное детство нормальную еду друзья мои такой получился обзор всех целую обнимаю всем пока пока но ты в Продолжение следует...